Идея школы состоит в том, чтобы обучать одаренных детей, не академически успешных, для таких ребят много условий для развития в крае, а именно одаренных детей, имеющие проявление одаренности в различных областях, и в спорте, и в живописи, и в науке, и в технике. И я думаю, что это будет уникальная возможность для ребят, даже из глубинки нашего края, для ребят одаренных, получить то образование, которого они достойны. Школа Сколково создается практически с нуля. Уже определен земельный участок. Это площадка около комплекса политеха за камой. В эти дни проходит своеобразный предпросмотр проектов по строительству образовательного учреждения. Эксперты оценивают пять проектов российских и зарубежных. Речь идет про дизайн, про проект, который для Перма, может быть, и для правительства и края, и города. Может быть, действительно такая визитная карточка переменных, инновационных подходов к проектированию, и на самом деле инновационных подходов к образованию. В конкурсе намерена участвовать транснациональная компания Аруб. Она проектирует объекты в самых разных сферах жизни. Готовые сооружения расположены по всему миру. Для Пермской школы предложен очень смелый и необычный вариант. Инновационной будет и система обучения в новом центре. Вести вундеркиндов самого юного возраста должны талантливые педагоги. Можно построить прекрасное здание с шикарным архитектурным решением. Можно выполнить это в экологической части города. А мы планируем это на комплексе, в лесной зоне. И это тоже, я считаю, таким уникальным в данном случае подходом к развитию ребенка. Но в конечном счете самое важное – это те люди, те личности взрослых, те харизматические, куражные, мотивационно-активные личности. Потому что для одаренного ребенка прежде всего интересен тот человек, с которым он будет дальше расти. Рабочая группа, которая занимается просмотром предлагаемых проектов, будет работать в течение трех дней. В состав комиссии входят представители городских и краевых властей, ученые и архитекторы. Олег Романов, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей.